Ваше благородие, позвольте рекомендовать себя. Меня зовут Дремов Николай, и вы на канале «Поступление и наказание», где мы разбираем алгоритмы выполнения каждого из заданий ЕГЭ по обществознанию 2020 года. Задание номер 2, выбор обобщающего понятия, выглядит следующим образом. Вам представлен ряд терминов, один из которых включает в себя все остальные. Это задание не отличается особой сложностью, однако требует от учащегося предельной внимательности при выполнении. В задании номер 2 вам может встретиться любая из тем курса общества знаний, однако все понятия, естественно, будут относиться к одному и тому же блоку. Как и задания номер 1 и номер 3, данная экзаменационная задача строится вокруг знания терминов курса общества знания. В некотором роде данное задание лотерея. Если попались простые или хорошо известные вам термины, то никакой особой стратегии для его выполнения не потребуется. Все-таки это задание базового уровня сложности, имеющее ценность 1 первичный балл и выполняющийся за 2 минуты. Однако, если все не так просто, используйте представленные ниже рекомендации. Я расскажу вам об одном надежном способе выполнения подобных заданий. Это диаграмма Эллера-Вена, геометрическая схема, которая помогает находить или делать более наглядными логические связи между явлениями и понятиями. Также она помогает изобразить отношения между каким-либо множеством и его частью, что и нужно для выполнения данного задания. Чтобы понять, как работает диаграмма Эллера, возьмем несколько понятий. Гражданин Российской Федерации, ученик 11 класса, ученик, сдающий общество знания, человек. Какое из указанных понятий объединяет все остальные и как они вообще соотносятся друг с другом, мы сможем понять, составив диаграмму. Итак, какое-то количество людей в мире являются гражданами Российской Федерации, но не все. Поэтому понятие «человек» шире, чем гражданин Российской Федерации. И очевидно, что тут мы и нашли правильный ответ. Но давайте в качестве упражнения сопоставим все имеющиеся слова и сочетание слов. Какое-то количество граждан Российской Федерации ученики 11 класса. И какое-то количество учеников 11 класса сдают общество знания. Таким образом мы распределили имеющиеся слова и сочетание слов и поняли их взаимоотношения друг с другом. Однако это еще не все. Ведь в мире есть ученики 11 класса, которые не являются гражданами Российской Федерации. А среди учеников-неграждан все еще есть те, кто сдают общество знаний. Очевидно, что в рамках экзамена вам не нужно так детально сопоставлять слова и сочетание слов. Однако есть много полезных и практических способов применить круги Эйлера для решения повседневных проблем, а также эта тема – один из стандартных вопросов на экзамене по логике в университете. Теперь же давайте применим полученные знания к заданию экзамена, составив алгоритм его выполнения. Во-первых, внимательно прочитайте задания и определите, к какому разделу общества знания относятся представленные термины. В нашем случае – экономика. Во-вторых, внимательно прочитайте каждый из терминов и дайте им краткие определения. Их я привел в письменном виде, что рекомендую делать и на экзамене, чтобы структурировать свои мысли и не допустить ошибку по невнимательности. В-третьих, в случае, если ответ очевиден, проверьте себя, соотнеся все термины и переходите сразу к пункту 6. В данном случае нам повезло, исходя из определений, мы уже видим правильный ответ. Это доход. В-четвертых, в случае, если ответ не очевиден, перенесите представленные слова или сочетание слов на черновик и используйте диаграмму Элли-Равена для того, чтобы понять, какой из терминов включают в себя все остальные. Попробуйте потренироваться и самостоятельно составить диаграмму. Помните, что вас интересует исключительно соотношение частное и общее, поэтому не обязательно отображать отношения друг к другу, к примеру, проценты и ренты. Пример верного ответа вы найдете в конспекте к этому уроку в моей группе ВКонтакте. В-пятых, проверьте правильность составления диаграммы, соотнеся все термин. Теперь вы знаете, где посмотреть правильный ответ. Запишите ответ в бланк, и это доход. Как я и обещал в предыдущем видео, поясняю, почему стоит записывать ответ в бланк сразу же. На это есть несколько причин. Во-первых, решив задание в соответствии с алгоритмом, вы приходите к ответу, в котором должны быть на 100% уверены. Если вы оставите ответ где-то на черновике, вы вернетесь к этому заданию и станете решать его второй раз, тратя драгоценное время экзамена. Во-вторых, если вы будете неаккуратны, вы можете потерять записанное решение и потом банально не успеть перенести ответы в бланк, когда время экзамена подойдет к концу. Нельзя допускать подобных технических ошибок во время сдачи ЕГЭ. Конечно, можно сказать, что даже следуя алгоритму, возможно допустить ошибку по невнимательности. И нужно не просто абстрактно проверять себя, а владеть техниками самопроверки. Вот о них я и расскажу вам в следующий раз. Потому что сегодня на этом все. Не сочтите за труд оформить подписку на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. За сим позвольте откланяться. Максимальный балл за это задание вам принес Дремов Николай.